Ребята, всем привет! Значит, чем мы занимаемся по малинам? Чем кормим? Что сейчас делаем? Почему? Потому что сборы начинаются потихонечку. Малины, все сорта практически зажигаются. Кто не знает, мы находимся в Ростовской области. Кто смотрит нас первый раз. Значит, у нас сегодня 25 число. За последние 3 месяца 25 дней ни капли дождя. Но они были такие, что и пыль даже не прибивала. То есть осадков практически нет. И поэтому такого сезона я вообще не припомню. За свои 33 года занятия сельским хозяйством. Что сейчас делаем, что сейчас вносим? Раз в неделю вносим нитрат калия. Раз в неделю вносим нитрат магния. Плюс остальные НПК по фазам развития. Весна, азот, мазот и все остальное. То есть, почему говорю, что нет одной общей какой-то схемы на весь сезон. Сезон у нас в этом году неординарный. В это время, вот покажи, Энжи, сюда. Вот она, моровила. Вот она, моровила. На месяц вперед бежит. На месяц вперед. Какую схему можно на год составить? Все зависит от погоды, от осадков и всего остального. Значит, в такой фазе, что мы сейчас вносим? На 10 соток из расчета. 1 килограмм сульфат калия. Сульфат калия у меня голландский, то есть 0,54 и серый там 45%. Во второе ведро, во второй бак будем. Уже показывал. Уже показывал много раз. Вот стоит еще пока в холодильнике, еще не достаю. Органит Н, органит П. Это азотофиксаторы бактерий. Это мобилизаторы, фосфорокалия мобилизаторы. В сильную жару, что мы используем обязательно биоту? Почвенную биоту вносим постоянно. Либо триходерма. Один раз в неделю. На следующую неделю вносим, значит, наши почвенные биоудобрения. Значит, остановились на этом. Будет зубок бочков, поливаем и качаем. То есть, малины в этом году очень сильно пострадали от обратных заморозков. Знаю, многие пишут, многие в WhatsApp присылают, показывают. Ну, высота малины вот такая вот смешная. Вообще смешная. Но у нас немножко повыше. Значит, отработали этот сезон и еще дорабатываем. Перерабатываем вот таким азотным удобрением, как КАС-32. Пролонгированный азот. Триформа азота в нем. Нитратный, аммонийный, амидный. То есть, почвенная биота наша помогает ее переработать. Вот наш азот, вот КАС-32, перерабатывает. То есть, будем останавливаться по внесению КАСа примерно где-то в середине августа. Он в почве, этот азот действует примерно плюс-минус где-то от трех до четырех недель. То есть, пролонгированный эффект. Не такой, как от нитратной формы. Нитрат магния, нитрат калия, нитрат кальция. Дали. Три-четыре дня под кустами азота нет. При наших температурах в тени доходит до 40-41 градуса Ростовской области. Допустим, образно. Выливаем мы на участок один куб воды. Плюс наши суховеи постоянные. У нас 50% куб вылили, у нас 500 литров за сутки испарился. Осталось там 500 литров. 50% влаги. Сезон неординарный. Но дело не в этом. Многие сорта сейчас плодоносят. Убираем. Значит, хотел показать вам. Начал ремсорт такой, как Делнива. Вот сейчас переместимся туда. Ну и теперь вот, ребята, мы переместились на Делниву. Вот как и обещал вам показать. Энджи, показывай сюда. Высота кустов максимум метр. Вот такой вот урожай. То есть, ягода готова полностью уже. Крупненькая, хорошая. Форма интересная, треугольная, транспортабельность классная. Вот хоть и высота не блещет из-за наших морозов, вот это все прибитое морозом. Те, которые вышли после мороза в побеги. Вот они же, показывай. Тут еще и намека нету на цвет. Но они вышли очень поздно. Пойдем, пойдем по ряду. Показывай, показывай загрузки. Загрузка хорошая. Вот они, вот они побеги, которые вышли после мороза. То есть, они у нас вот сейчас еще подтянутся. Будут, я так думаю, что, ну полтора метра наберет, метр семьдесят точно наберет. Наберет. То есть, в этом году потеря по урожаю, наверное, будет в процентах пятьдесят. Из-за жары. Ну и первонаперво из-за морозов. Потому что вот морозы нас душили на Пасху, перед Пасхой, после Пасхи. От пяти до минус семи. Поэтому погода катастрофа. Блин, ну, долнива. Прекраснейший сорт. Прекраснейший сорт. Вызревает и ягода, размер хороший. При всем при том, что я говорю, что температуры у нас такие хорошие, хорошая жара. Ну, при всем при этом ягода наливается хорошо. Почему? Потому что растение невысокое, легче транспирировать до ягоды и налить ягоду. Вот ее полная зрелость. Очень сладкий сорт. И что еще? Значит, у нас Энросадира начинает тоже зажигаться. И Мара начинает зажигаться. Туда-сюда вот сейчас уже и Маргарита начнется. Полонез. А, Полонез. Полонез тоже начинает. Полонез и Эрика. И Эрика начинает, да. Ну, то, что мы сейчас выбираем сорта. Это первонаперво Нижегородец в таком, в своем, в пике. Атлант уже, в принципе, отходит. Октавию еще собираем. Самый поздний летник. Кто ищет ранние ремы, вот вам самый поздний летний сорт. Октавия. Ягода очень крупная, классная. У кого нету такой жары, вообще будет результат показывать идеальнейший. И размер ягоды двухрублевая монета. Шарики. Шарики, да, кругленькие. Ну, а так вот, в принципе, каратенечко. Обработки по листу проводим биологией. Осадков нету. Биота наша по листу работает шикарнейше. Проблем пока с болячками и со всем остальным нету ничего. Ну, вот такой вот сезон. Какой сезон? Ну, в принципе, вот так, каратенечко рассказали, что делаем, чем кормим. Всем больших урожаев. Здоровья. До свидания.